Друзья, что все-таки основным боксером, главным в этой весовой категории в России, является Евгений Тищенко. Боксер из Белгородской области, который очень убедительно совсем недавно выиграл чемпионат мира. В Доке в финале победил боксера из Кубы, по хамеле Савон. По имени Аресландия. По имени Аресландия, он является племянником того знаменитого Феликса Савона, который наводил Шон в конце прошлого века в любительском боксе. Как я уже говорил, боксеры, которые успешно выступили на чемпионате мира, сюда не приехали. Ему, тем более, Егоров, который после чемпионата мира, своего блестящего выступления, получил небольшую травму, тем более, он заслужил определенный отдых. Очень четко Егоров действует сейчас. Егоров физически мощный, крепкий боксер. При этом для своего, действительно, немалого веса, он демонстрирует очень хорошую скорость и координацию. Еще один грузер растет в России. Я думаю, что, скорее всего, Егоров тоже имеет неплохие профессиональные перспективы. И если на Рио-де-Жанейро едет, как я уже говорил, Тищенко, то вряд ли стоит Алексею Егорову задерживаться в любителе. Ну, собственно, это Егоров решать, его тренером. Да, но после этого Егоров дарнул. Ну, да, Должак тут же. Егоров разнообразнее. Разнообразнее, как бы, правая проход. По мощнее смотрится. Правая проход очень хорошо, прошел. Под самый занавес, под самый гонки, лево-боковой, Егоровый, да? Ну, так представляют Алексея Егорова. Как я уже говорил, человек, который выиграл АИБА про боксинг в этом году. В общем-то, всего 8 лет занятий уже вполне весом. 8 лет, да, действительно, не такой уж прям большой срок занятий боксом. Но потенциал у этого парня очень солидный. Если будет трудиться изо всех сил, то... Да, и если бы есть, есть перспективы. Неплохой арсенал, да, где он штук? Арсенал, видение, понимание происходящего времени и скорость. И для боксера, который в категории 91 кг выступает, скорость у него очень солидная. Скорость и сама динамика того, как он ведет бой. Ведь зачастую мы видим, как большие парни просто топчутся по рингу, переваливаются с ноги на ногу, неспешно атакуют. И у Егоров, конечно, боксер в пинг-болах, ладно. Он все видит, абсолютно сознательно боксирует, и лишнего ничего не делает, да? Да, и как бы... Вот Магомедов, конечно, он старается здесь, отдадим ему за это должное, но очень тяжело ему дается этот бой. Соперник лучше чувствует его, чем он сам, своего соперника. Справа, Егоров. Неплохо. Магомедов слева попадает. Ну, да, Егоров, все возвращает. Ну, да, Егоров, все возвращает. Чуть начинает навариваться усталость под конец второго раунда на боксера. Но, мне кажется, она больше... как Магомедову. Егоров все правильно делал, и намного рационально не одетствовал, чем соперник. Безусловно. Хотя, конечно, у Магомедова тоже есть свои успехи, но недостаточно этого. Неплохой бокс мы с вами смотрим. Давайте поближе познакомимся с Адамом Магомедов. Также 8 лет, как и соперник. Из 13, в 2-м расчетах победил из 7. Призер 1, Европейский директор Бангу 2015 года. Номерился под руководством Меджинка и Емикана. Ромашка под руководством Меджинка и Емикана. Ромашка. Меджинка и Емикана. Меджинка и Емикана. Меджинка и Емикана. Низковато Игоров ударил, но как-то не соперник и не сударник, но это не особо не среагировало как-то, неподвестивно. Игоров поднимает тэп. Поднимает тэп, но больше попадает, мне кажется, Магомедов в первые полминуты этого раунда. Егоров, видимо, почувствовал, что у него больше сил осталось на последнем игре. Видимо, да. Но та тактика боя приносила ему успех. Очень боеведливая. Может, захотелось поимпровизировать немножко? Ох, как раз Магомедов. Снова Магомедов. Снова Магомедов. Основным. Игоров, внимательно, им нужно быть. Снова Магомедов. Последний в некоторых эпизодах. Но в целом, я думаю, на данный момент он раунд выигрывает. Пока он лучше, да. Половина раунда за ним На том какой высоте Для первого тяжелого веса Просто витер капает Ну да, три раунда, когда можно выложиться полностью за эти 9 минут в бою И в общем-то нет смысла беречь хороший правый прямой сейчас проходит у Егорова Слева уже пробежала Мы хвалили два раунда Егорова За его рациональность, за его точность Зачем он тут пошел в такой размер В третьем минуте, скажем А то у нас есть возможность похвалить Магомедова Ну да, и в этом зрители любят такой бокс Конечно Еще по паданию Все-таки Наблюдать конкуренцию у Рентгенова Бы интереснее Заканчивается Третий раунд Заканчивается бой Ну конечно преимущество в первых раундах У Егорова Неоспорима Поэтому я думаю Если этот раунд отдадут Магомедову Что в принципе Не было бы удивительно То все равно Того запаса Очков Егорова должно хватить Но бой понравился Вы слышите Всегда аплодисменты зрителей Какой открытый Боскоправедственный раунд Посмотрели бы Возможно Возможно лучше поединах Я имею ввиду Среди финалов Сегодняшнего дня Вот так вот Тогда Магомедов Выиграл Заключительный раунд И это принесло ему победу Ну что ж Ну мы не знаем Как судили первый Второй раунд Поздравляем Саддама Он выиграл Заветное звание Чемпиона